Когда я только начинал пользоваться Линуксом, спустя некоторое время я стал замечать, что моя батарея разряжается намного быстрее, чем она разряжалась в Windows. Я стал искать какие-то варианты, как можно увеличить жизнь батарейки, чтобы она жила дольше, чем у Windows, или хотя бы столько же. Сейчас, спустя несколько лет, я знаю точно ответ, как это сделать. Никак. Объективно, под Windows твоя батарея живет дольше. Привет, я Миша Серяк, и демо смотреть, как настроить энергопотребление в Линуксе. Пара слов о ноутбуке, на котором я буду проводить все замеры и эксперименты. Это ноутбук от компании... Внимательный зритель заметит, как автор отключил кабель микрофона от ноутбука и продолжил на серьезных щах рассказывать то, что он хотел рассказать. Я оставил этот фрагмент специально, чтобы зритель понимал умственные способности автора и сделал соответствующие выводы. Если тебе действительно интересно посмотреть обзор на ноутбук от компании System76, пиши об этом в комментариях. Я постараюсь сделать этот обзор отдельным видео. Чтобы понять, как те или иные действия с твоей системой влияют на энергопотребление, нужно это самое энергопотребление как-то измерить. На данный момент я знаю две утилиты, которые могут с этим помочь. Это утилита PowerTop и утилита PowerStats. Обе утилиты доступны на любом дистрибутиве. Единственное, PowerTop можно установить прямо из репозиториев PowerStats. Мне в Linux Mint конкретно пришлось собирать из исходников ее. Если кому-то нужно, я выложу бинарный файл в Telegram. Первым показываю PowerTop. Чтобы посмотреть, как утилита измеряет потребление энергии, тебе нужно первым делом отключить ноутбук от зарядки. То есть убедиться, что у тебя ноутбук работает от батареи. И запускаешь PowerTop отсюда пользователя. Консольная утилита предоставляет несколько вкладок, где можно посмотреть статистику, можно посмотреть, какие процессы использует процессорное время. И самое важное, можно посмотреть разряд батареи в ваттах. Табом можно посмотреть другие вкладки и другие показатели. Но я не до конца понимаю, что они показывают, поэтому не могу их прокомментировать. На вкладке Tunables можно посмотреть рекомендации по повышению энергоэффективности устройства. И вот он мне тут советует включить автопреостановление устройств USB, телефон, микрофон и так далее. Я эти рекомендации не применяю с помощью утилиты PowerTop. Позже я покажу, как эти и другие твики применить к системе, чтобы повысить энергоэффективность. Вторая утилита мне нравится больше. Она называется PowerStat. При запуске программы нужно указать первый аргумент, который обозначает промежуток времени, в котором будет выполняться измерение потребления энергии. Две секунды. Программа устроена таким образом, что она должна работать минимум 300 секунд. Поэтому если мы указываем интервал 2 секунды, делим 300 на 2, получаем 150 нужно указать вторым аргументом в программу, чтобы она работала 300 секунд. Можно больше, можно там, не знаю, 15 тысяч, сколько угодно, но не меньше 300 секунд. Делаем запуск. Первые 180 секунд программе нужно, чтобы измерить текущее энергопотребление. На всякий случай, напоминаю, все это нужно делать в тот момент, когда ноутбук работает от батарейки, а не от сети. Так, наконец-то 180 секунд прошло, и теперь мы видим замеры энергопотребления на ноутбуке каждые 2 секунды. Ну и, соответственно, можно представить уже какую-то среднюю температуру по больнице. Таким образом, с помощью PowerStat я могу посмотреть, как те или иные мои действия над системой увеличивают или уменьшают параметры потребления энергии. Кстати, в комментариях наверняка будут люди, которые шарят за это. Скажите, как правильно, энергопотребление или мощность, или как назвать это все, сохранение энергии, энергоэффективность. Я не знаю, сообщите мне в комментариях, как вы считаете лучше это все называть. Мы посмотрели потребляемую мощность батарейки в каком-то дефолтном состоянии, и теперь мы можем с помощью некоторых инструментов попытаться повлиять на этот показатель в меньшую сторону. Первый инструмент называется TLP. Это, наверное, первый инструмент, который ты находишь в любом гайде, в котором рассказывают, как уменьшить энергопотребление в Linux ноутбуке. Устанавливая эту утилиту, у тебя создается конфиг в папке addsetury с названием tlp.conf, где ты можешь указать различные параметры, как в системе потреблять энергию у процессора, у Wi-Fi сетей, у жестких дисков и так далее. Я могу про каждый этот параметр рассказать поподробнее в отдельном видео, если кому-то интересно, попробую сделать видео на эту тему. Либо ты можешь использовать графический интерфейс для этой службы, чтобы вносить изменения с помощью мышки графического меню. Вот так выглядит графический интерфейс. Ты можешь здесь указать язык своей операционки, чтобы видеть подсказки на родном тебе языке. Ты тыкаешь параметры, сгруппированные по определенному устройству. Например, ты можешь настроить энергосбережения у аудио, у графической карты, указать, как работать процессором, когда ноутбук работает от батареи. Вроде бы, когда ты устанавливаешь tlp, самый дефолтный конфиг уже должен тебе помочь сохранять 15-20% от нормального энергопотребления. Тебе достаточно просто включить сервис. После перезагрузки у тебя запустится служба с теми параметрами, которые указаны в конфиге. Я, к сожалению, не могу показать, как это сказывается на моем ноутбуке, потому что при записи экрана у меня вентиляторы на процессоре шумят. Я не вижу особо никакого эффекта. Это я к тому, что если у тебя запущено какое-то тяжелое приложение на ноутбуке, и ты работаешь от батарейки, ну чудес не бывает. Ты не сможешь сохранить заряд батарейки, какие бы ты настройки не использовал, если у тебя там запущена какая-нибудь тяжелая игра или еще какие-то сложные графические вычисления или вычисления на процесс. Еще одна утилита, которую советуют во всех гайдах, это AutoCPUFrec. Суть этой утилиты в том, что она позволяет управлять автоматически частотой процессора таким образом, чтобы уменьшать ее, когда система простаивает, и увеличивать, когда система, например, требует каких-то сложных вычислений или работает от сети. Честно говоря, я ставил эту утилиту, устанавливал GUI режим, что-то игрался с настройками. В моем кейсе я не заметил какой-то эффективности от нее. Может быть, она есть, может быть, я что-то настроил неправильно. Я, к сожалению, не увидел какой-то значимой, ощутимой разницы в жизни батарейки. Как выглядит утилита? Это консольное приложение, которое ты просто запускаешь командой, он показывает тебе статистику в консоли, и ты можешь посмотреть, как это влияет на частоту процессора, на твою батарейку, на разряд батарейки. И есть возможность установить GUI режим, такое вот окошко, где ты можешь вручную, принудительно переключить процессор в режим энергосбережения, или переключить в производительный режим, где частота процессора будет без ограничений. Как по мне, утилиту стоит попробовать, поставить, поэкспериментировать, посмотреть, насколько оно влияет на разряд батарейки, влияет ли оно ощутимо. В моем кейсе разницы практически не было. Кстати, хочу посоветовать еще одну утилиту. Называется она Gnome Power Statistics. В KDE тоже есть похожая утилита, во всех рабочих окружениях есть похожая утилита. Выглядит она вот так. Статистика. Переключаем на батарею. Здесь можно посмотреть какие-то технические характеристики нашей батарейки. Кстати, тоже бывает полезно, если... Здесь можно посмотреть емкость батареи, то есть если батарея умирает, ее емкость уменьшается, и батарейки хватает на меньшее количество автономной работы. Здесь на вкладке История можно посмотреть скорость, с которой разряжается батарея. Бонусом хочу рассказать, я не помню до какого года я пользовался утилитой, которая создает тебе три профиля, между которыми очень легко переключаться. Это профиль пониженное энергопотребление, баланс и максимальная производительность. И очень легко переключаться между режимами. У тебя приложение создает специальную менюшку в трей. Ты просто кликаешь Energy Saving, Maximum Performance или отключаешь эту опцию. Как только ты подключаешь ноутбук к электросети, ты можешь включить, например, максимальную производительность. Или если ты работаешь от батарейки, то ты можешь переключиться в режим сохранения энергии. Ссылка на эту утилиту будет в описании к ролику. Можешь скачать. Важно скачать именно последнюю версию, потому что версия предыдущая у меня почему-то не запустилась. По моим личным субъективным ощущениям, что выжирает мою батарейку в процессе использования ноутбуком? Это точно экран. Как только я отменил ноутбук на более маленькую диагональ экрана, у меня батарейка стала жить больше. Большой буст автономности случился, когда я пересел с ноутбука с дискретной видеокартой на встроенную видеокарту. Подсветка клавиш у ноутбука. Даже не представляете, как быстро она выжирает батарейку. Прям имеет смысл ее отключать и пользоваться каким-то другим источником света, чтобы видеть клавиши. Wi-Fi и Bluetooth, как по мне, вообще никак не влияют на автономность моей работы. Ну, может и влияют, но не так, чтобы я это ощутил. Современные браузеры, современные сайты, когда ты открываешь их, ты думаешь, что все, работа браузера закончена. Ты загрузил страничку и как бы все остановилось. Но под капотом многие сайты много кода выполняют в фоновом режиме. Вконтакте, например, постоянно что-то проверяет онлайн ты или не онлайн и так далее. Поэтому, если ты хочешь сэкономить батарейку и тебе сейчас не нужен интернет, ты не пользуешься им, закрой браузер. Это реально помогает. Жесткий диск стопудово на вращение физического жесткого диска уходит больше энергии, чем на работу твердотельного накопителя. Апгрейд жесткого диска с HDD на SSD точно даст небольшой буст в автономности. Ах да, еще один момент. Самый эффективный способ сэкономить батарейку у меня это использовать режим сна на ноутбуке. Ну то есть, когда я не пользуюсь ноутбуком, мне проще настроить его на то, чтобы он уходил в режим сна при закрытии крышки или при нажатии горячих клавиш. Но, интересный факт, режим сна по умолчанию, по крайней мере в Linux Mint, какой-то ну холостой. То есть, у тебя реально ноутбук, да, уходит в режим сна. Но при этом, если ты, например, на ночь оставишь ноутбук в режиме сна, то, проснувшись через 8 часов, можешь увидеть, что у тебя или ноутбук вообще разрядился, или прям батарея кончилась. Я стал копать в эту сторону, то есть, как мне сделать так, чтобы мой ноутбук в режиме сна был более эффективен. И тут я обнаружил такую фигню, что есть альтернативная команда, которая отправляет систему в режим сна. И она, по моим тестам и наблюдениям, намного эффективнее, чем та команда, которая у тебя запускается, когда ты жмешь в главном меню ждущий режим, ну или там режим сна. Как выглядит эта команда? PM Suspend. Ссылочку я укажу в описании. PM Suspend принадлежит пакету PMUtils, который считается устаревшим, но он должен работать со всеми версиями ядра Linux. Не знаю, связано это как-то или не связано. В моем кейсе он работает эффективней, чем стандартный, более современный Systemctl Suspend. Это команда по умолчанию. Она считается более рекомендованным способом отправки систему в ждущий режим, в спящий режим. В итоге я перешел на более устаревшую команду. У меня она батарейку щадит больше, чем современный способ. Наверное, все.